Вести этот пятничный вечер вместе с нами. Мы назвали нашу программу сегодня Владимир Зеленский в поисках мира. Мы будем говорить о сложном пути Украины к миру. И я приглашаю в студию президента Украины Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Я бы... Я вдячу. Дякую, по-перше, за... Савюк, дякую за запрошення. Для меня это велика честь. И я хотел бы вас привітать с повернением в Украину. Дякую. Вы видите, у нас есть свободная слова. И это самое главное. И вы первый президент, который в этом формате... В этом формате я первый президент? Первый президент. До речи, у вас непогана украинская мова. Я еще хотел извините, перед вами особисто, перед телеглядачами. Вы знаете, я не в костюм, я просто не встиг переодягнутись. Через то, что я только из лета, я был на фронте, на контактной линии. Витали наших хлопцев, наших девчат, наших героев. Вшанували память загиблих. Но я хочу, чтобы мы их, если можно, зараз поддержали вашими облесками. Они наши герои. Дякую. Господин президент, это реально вся Украина. Я февнен и нефтен. Спасибо, что вы приехали. И наши социологи это делают каждую неделю. Это реально портрет нации, можно так сказать. И вот как происходит, я бы хотел еще раз показать, в том числе и президенту Украины, как происходит оббор аудитории. Виктория Александровна, Виктор, Тетяна, из Рівненской области, город Бахмут, я живу в Одессе, темчасовая безработня, пенсионер, приватный предприниматель. Окрім базовых таких параметров, еще очень важно, чтобы люди были типовые, або пенсионеры, або студенты. Но чтобы это не до нас не пришли, каким-то чином не проникли те, кто представляет политические активные силы. Потому что мы изучаем нашу громадскую думку всего населения Украины. Люди тут знакомятся. И вот именно если географически Украина, мы знаем, где каждая область находится, то вот тут как раз, в зале Усавика Шустера, как раз Украина вот так перемещается, и каждый разговаривает, не знает даже кто, с кем будет рядом сидеть, с какой областью. Когда уже сидят и едут назад, то это уже еще больше такой единый коллектив, ніж тогда, когда они начинают программу. Меня зовут Олена, я из города Харкова, я художник. Остап Носко, Тернопольская область, методист в отделе области. Тетяна, в городе Рівне, медичная сестра. Можно побачить, как возраста или падает поддержка человека, которая выступает. И часто это даже интереснее, чем просто смотреть на уровень поддержки. То есть направление изменения поддержки интереснее, чем уровень. И для того, чтобы отцветить этот направление, то есть говорить человеку, что нравится аудитория, что не нравится, 100 людей часто может быть достаточно. Мы это делаем с очень большой ответственностью и очень большой повагой. Потому что это очень интересная работа. И, может быть, для социолога, я вам скажу, мало с кем можно сравнивать. В нашем ньюзруме Роман Шрайк. И я думаю, что к президенту будет от народа огромное количество вопросов. Но один или два мы зададим. Да, пожалуйста. Единственная фраза, Савик, мне очень понравилось, как сказали, у нас тут единственный коллектив. И я сейчас понял, когда я сказал, добрый вечер, Савик, добрый вечер, Украина. Я понял, что когда-нибудь, обязательно, мы верим, что в ближайшее время, как вам, обязательно еще раз прийду и скажу, добрый вечер, Украина. Добрый вечер, вся Украина. И Донбасс, и Крым, вся Украина. Всем привет. Я в это верю. Анна Руденко у нас в эмоцион-рум. Вот в каком состоянии эмоциональном, Анна, у нас сегодня наши люди? Да, добрый вечер, студия. Ну, дело в том, что мы тоже, как и в партии президента, делаем соцопросы. И сегодня в нашей студии, как вы видите, 77% людей живут с надеждой на завтрашний день. 14% живут, к сожалению, в страхе за завтрашний день. Ну и 9% с унижением. Надеюсь, что сегодня вы докажете, что они должны жить тоже в том числе в надежде. Мы увеличим рейтинг людей, которые уверены, что завтра все будет хорошо. Обовязательно. Господин президент, вот через 10 дней в Соединенных Штатах Америки и во всей Европе выйдет выпуск известного очень еженедельника Тайм-магазин. Вы на обложке, и это, в общем-то, о многом говорит, о важности вашей роли сегодня. И вы человек между республиканцами и демократами в Вашингтоне. Между Европейским Союзом и Россией в Европе. Между миром и войной в Украине. Тяжело? Нет. Не просто это правда. Вы знаете, единственное, если вы не против, я зауважу. А вы знаете, я очень не хочу, я сам по себе, я не люблю быть, как вы сказали, между. Я очень не хочу, чтобы Украина была страной между. Потому что это между, и есть продолжение между прочим. Я очень хочу и верю в это. И мы все делаем для того, чтобы Украина была... Знаете, когда за столом сидят великие боссы, представители империи, я очень не хочу, чтобы мы были той стравой, которую подают на стол, этим великим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Поэтому готовы сейчас потерпеть, пока непросто, чтобы дальше было хорошо. Ну, вот вы будете, вы говорите за столом. Ну, в понедельник вы будете в Париже за столом в нормандском формате. На рівнях. На рівнях. Не с травою. Но, значит, вы, это очередной шаг, потому что 7 сентября обмен пленными, 35 украинцев вернулись домой. 1 октября украинская делегация подписала формулу Штайнмайера, а это выборы и особый статус на оккупированных территориях. И 9 ноября началось разведение войск. Значит, в принципе, это положило начало нормандской встрече, которой не было три года. Но вы будете вместе с Анджелой Меркель, которая с одной стороны, это Северный поток-2, и она это поддерживает. Но с другой стороны, был огромный конфликт с Россией сейчас по убийству гражданина Грузии, который воевал в Чечне против России. Это произошло 23 августа. Основное дело в том, что расследование преступления, так как убийцу взяли сразу, показывает на то, что это совершили спецслужбы Российской Федерации. Поэтому там огромная проблема. И вот Ангела Меркель будет в такой позиции. Ну, президент Макрон, многие считают, что он ближе к президенту Путину, чем к вам. Ну, президент Путин, мы знаем, что очень трудный переговорщик. Вот в этой... Вот что вы можете им предложить? Ну, по-перше, если вы не против, я сам в начале. Чему? Потому что с этой пропозиции я шум на выборы. Мы хотим закинчить войну и повернуть наших людей. Это самое главное. И наши территории. И так вы правы. Потом был обмин. Потому что обмин очень важный. Мы вернулись моряки. И нам удалось, на перемогах с президентом Российской Федерации, домовить, что и повернутся наши политвязни. И это был сигнал, который я принимаю, что Россия готова до разговаривания. У нас очень сильная позиция. Потом вернулись корабли и так далее. Но главное, что мы сделали с нашей стороны. Что мы сделали? Мы сделали разведение, все требования. Мы подписали не формулу Штанмайера, вибачьте, а текст. Что мы узгодили текст формулы Штанмайера. Это важная вещь. Потому что она будет имплементована в закон. Про особенный статус. Только после того, как мы понимаем, если будут выведены все войска, будет разгромление незаконных формований на тимчасово окупованных территориях. То есть, когда будет безопасная ситуация, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементована формула Штанмайера. И поэтому я говорю, что у нас позиция очень сильная. Это наша страна. Я ничего не боюсь. Что я хочу? Я хочу просто, после 20 раз, чтобы знали все люди, 20 раз все говорили про то, что будет прекратить огонь. 20 раз про это объявляли. Это правда. И 20 раз это ничего не закончилось. Поэтому для меня, главное, не с чем я поеду, а результат. Как и с моряками. А с чем я вернусь домой, в родную Украину. Поэтому я хочу точно понимать, что, если мы идем по Минску, обмин. Сколько людей? Что такое всех на всех? Потому что, вы знаете, там есть, может кто-то не знает, там есть списки узгодженных, списки неузгодженных. Не буду сейчас в деталях. Найголовнейшее. Сколько людей мы можем повернути додому? Сколько конкретно и коли? Друге питание. Если прекратить огонь, кто за это нестерпитательность? Не только ОБСЄ. Для меня это очень важно. Если мы говорим про прекратить огонь, мы будем говорить не в Минском формате, не на заседании трехстороннего группы, а будем смотреть очи в очи с президентом Российской Федерации. До речи, я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если как-то не так будет, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне. Как бы там ни было, они говорят, что мы верим в то, что Европа поддерживает Украину, потому что, еще раз вернусь, потому что мы правы. То есть я хочу вернуться с конкретными вещами, с конкретным результатом. Но мы понимаем, что все не удастся. Зустріч – это уже победа. Мы разблокировали, как вы сказали, три года, шестнадцатого года. Не было диалога, а значит, не было возможности даже говорить о прекратке войны. Вот, что я ждем, что я шуку и очень хочу это найти. У вас просто написано «Зеленский у посылки мира», поэтому я действительно хочу это найти. Найголовное, что я за много говорю. Нет. Нормально? Найголовное, мне очень важно, Я очень сенситив. Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, и мы говорили с ним по телефону, но это телефонная разговор. Я хочу побачить человека, и я хочу привести из Нормандии понимание и ощущение, что действительно все хотят поступково закончить эту трагическую войну. Я это точно могу понять за столом. — А скажите, будет... Есть разговоры, нет уверенности. А планируется двусторонняя встреча с Владимиром Путиным? — Так. Все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех. — А вот скажите, вот вы у руководства страны шесть месяцев. Будете говорить человеком, который, в общем-то, руководитель... — Тришечки больше? — Да, тришечки, 20 лет. И которого, в общем, прошлое КГБ... В общем, непростой переговорчик. Скажем так, очень сложный переговорчик. Как вот вы опасаетесь этой встречи? Вы немножко нервничаете или... — Нет. Вы знаете, я просто такая человек. Я хочу результат. Единственное, через что я нервую, я могу нервоваться, что мы просто встретились, побачились и сказали «Так, мы плануем». Я очень не люблю нерезультативность любых перемовин. Это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь. А еще что мне бояться? Я президент свободной страны. Я нормальная, порядная людина. Я не продаю нашу краину. Никому. Николи. Не за что. Правда на нашей стороне. А когда правда за твоей спиной народ Украины и правда, и действо, бажание прекратить войну, ты мощнее с каждым днем. Ну вот, в парламенте, в Верховной Раде, три политические силы, Батькивщина, Голос и Европейская Солидарность объединились, и они подписали заявление о недопустимости нарушения национальных интересов Украины. И там есть то, что называется красные линии. Но красные линии, чтобы мы понимали, это то, чего мы не можем перешагнуть. Вот это условия, которые мы никогда не примем. Значит, они, политики, я имею ввиду лидеры этих трех политических сил, они говорят, нельзя допустить федерализацию Украины, европейского и евроатлантического курса отступать нельзя, очередность в Ордло. Мне очень не нравится, когда говорят о Ордло. И мне не. И мне не. Друзья мои, мы говорим о двух областных столицах. Это Донецк и Луганск. Вот я, если бы себе представил, там, скажем, что Италия теряет Турина и Гену, я бы, в общем-то, это не Ордло. Это серьезно. Темчасово окупованный Донецк и темчасово окупованный Луганск. И давайте поставим окрапку. Так вот, очередность, говорят, три лидера. Сначала вывод войск из Ордло и получение контроля над границей, а потом выборы. Вот это вот такие главные красные линии, которые они вот так начертили, скажем. А у вас какие красные линии? По-перше, мне очень нравится, что среди этой прекрасной тройки новых политиков, как Петро Порошенко, Юлія Володимировна, Шановна и Славка Бакарчук, мне нравится, что они не согласны, самым, когда президент не согласен с тем, что именно он подписал. Это первое. По-друге, что я вам хочу сказать. Они, когда что-то подписывают один из одного, они должны понимать, что никто не хочет капитуляции. А никто не хочет отдавать наши территории. А через что они собираются в целом? Какие детали из-за того, что выборы не могут проходить, когда там озборожены люди? Так. Мы все это понимаем. Детали с кордоном, которые подписал в Минску та самая видатная человек, вона очень сложная. Вона действительно очень сложная. Моя позиция очень простая. Я уверена, что в момент выборов, когда они встанутся в Тимчасово окупованном Донецке и в Тимчасово окупованном Луганске, в этот момент Украина должна полностью контролировать наш кордон. Украинский кордон. Я уверен в этом. Так. Складная ситуация. Как до этого договориться, будет очень сложной. Очень сложной. И это правда. Но я, если можно, вы знаете, так говорят, что деньги любят тишу. И что я понял за эти 6 месяцев, политика любит мовчание. И если я сейчас все вам расскажу детали, с которыми я еду на эти перемывания, я буду без зброи за столом, среди которых деякие люди будут озброены. Поэтому, если можно, деякие детали я не хочу рассказать. Россия продолжает настаивать, что нужны прямые переговоры между Украиной и так называемыми ДНР-ЛНР. Это тоже красная линия. Это вы не переступите. Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, все должны знать, как это происходит 5 лет. Как происходят все эти разговоры в трехсторонней группе. Там, вы понимаете, присутся Украина, Росія, ОБСЄ и представители тимчасово окупованных территорий. Они должны быть в КПВВ. Мы их видим, они просят. Я с ними встречался в Станице Луганське, в Золотом. Они хотят прекращения войны. Они говорят, что мы не хотим в России. Мы хотим быть... Мы даже мы украинцы. Такая ситуация. Мы хотим быть в Украине. С теми людьми мы должны поговорить с теми людьми. Обязательно. Мало того, я считаю, что в трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса. Представители Донбасса, которые приехали в Киев. В Киев и другие места. Они должны сказать, если они говорят, что разговаривайте с жителей окупованных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто. Давайте разговаривать с всеми. Пусть жители, которые приехали, они приедут в Минске, тоже сядут за стул и скажут, почему они приехали, что произошло. Это правильно? Вы говорили о людях, которые живут по ту сторону линии размежевания. Вот наш корреспондент Василий Пихнё, он сегодня, как раз, сегодня ночью и утром был в станице Луганской и записал тех людей, которые приходят в Украину с той стороны. Думаю, это войну закончить? Да она никому и не нужна. И здесь родные, и там родные. Мы здесь живем, в Луганске, и там живем. Мама у нас счастье. Вот, поэтому хочется, чтобы была правда везде. И люди друг друга любили и уважали, прежде всего. Будут уважать, любить. Украинцы и русские одно целое. Все хотят люди, чтобы вместе все мы были. Все люди хотят. Все как раньше? Да, да. А как вам вообще Зеленский? Он вам нравится? Старается, он договорится, чтобы все было хорошо. Будет, вот посмотрим 9-го. Что мне там договорятся. Мы лучшего ничего не ждем. Чем дальше, тем страшнее, как в сказке. Верите, что война закончится? Война? Да, это еще долгая волокита. Ходим туда-сюда, как в дурдомину. А что бы вы хотели, чтобы сменились? Чтобы открыто было все, как было раньше. Скоро будут переговоры. Чего вы ждете от них? Ничего абсолютно. А чего? Потому что никто ничего не решит. Хотелось, чтобы все это прекратилось. А как? А как? Чтобы мы опять были одной страной. Это не от людей зависит. Это выгодно правительству. Не знаю какому. Нашему, российскому. А может быть и в Европе там. А люди не хотят этого всего. Ну, сейчас вот, если у вас есть возможность сказать Зеленскому что-то, что вы ему скажете? Я хочу сказать, чтобы он все усилия приложил к тому, чтобы прекратились боевые действия. И чтобы мы были вместе. Я люблю Украину. Я очень люблю Украину. Очень люблю. Думаете, мы хотели, чтобы это было? Нет, не хотели. А кто нас спрашивал? Вопрос такой. Никто. Люди, люди хотят мира. Люди хотят, чтобы прекратилась война. Люди втомились. Втомились от этого чувства, что они не понимают, где они живут. Что это? Что это такое, в тимчасово окупованной территории? Как это? Почему нужно ходить через КПВВ? Я понимаю. Я же там был очень много раз. Я понимаю. Кто-то... Мы должны с вами понимать. Знаете, когда говорят... С кем-то я разговаривал, я не помню. А какие еще планы? Ну, например, вы не договоритесь. А какие планы? Стена. Ну, я не хочу сейчас говорить про этих политиков. Просто будет некрасиво, если я скажу их название. Стена. А я говорю, а что, сейчас нет стены? Вона есть. Только вона жива. И гинуть люди. Вона есть. Есть. Есть минная стена. А найстрашнейшая, это про то, что люди... Я просто говорю про то, что сейчас люди сказали. Найстрашнейшая, это ментальная стена. Багато людей, похилого века, так, ментально они радянские. И их очень много не только там, у нас тут очень много. Так и есть. Они, смотрите, они в целом не понимают, что происходит. Они хотят, как это было раньше, дайте нам мир. Заспокойтесь. Почему чиновники решают, как нам жить? Я понимаю. Это страшное ощущение. И поэтому едем на встречу. Я верю, что, может, как-то будем тиснуть, чтоб хнемо это. Нам всем очень нужно. Роман Шайк, что нам пишут в соцсетях? Или президенту, скорее? Прежде всего, хочу сказать, что у нас сегодня рекордное количество посетителей и в Фейсбуке, и на Ютубе, и людей, которые смотрят нашу трансляцию онлайн. А перед программой мы задали вопрос в Фейсбуке нашим читателям, на нашей странице, попросили их задать вопросы президенту. Наша редакция один вопрос выбрала, президент уже частично на него ответил. Это вопрос от Юрия Смирнова. Вы хотите провести выборы на всей территории Донбасса одновременно с общенациональными осенью 2020 года? Во-первых, это так? Это правда. Я отвечу. Юрий, да? Юрий Смирнов, да. Да. Если можно, отвечу Юрию Смирнову. Юрий, это правда. Потому что само ощущение того, что мы одна страна, и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Казалось бы, это мелочь. А я считаю, что это не мелочь. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея. До речи, жаль, что уже я хотел с ней ехать, но все уже знают. При этом вы говорите, что это должно происходить при полном контроле Украины над своей границей. А в Минских договоренностях четко прописано, что сначала выборы, а потом контроль над границей. Как вы собираетесь решать эту дилемму? Ведь это, по сути, вы хотите изменить Минские соглашения? Вы готовы к этому? Я точно буду говорить про кордон. У нас, честно вам скажу, отверто, у нас другой план с точки зрения кордона. Каким образом это передается, и каким образом, и когда Украина контролирует кордон украинский с Россией. То есть, по сути, вы хотите изменить Минские соглашения, как минимум, в этой части, так? Честно говоря, я не готовы сейчас вам ответить на это вопрос. Почему? Потому что это может влиять сейчас на возможность... Кто-то может взорвать встречу в нормандском формате просто. Я не готовы сейчас просто рисковать, рисковать возможность этой важной для Украины встречи. А скажите, пожалуйста, вот люди, которые вооруженные на той стороне, и они управляют гражданами, через... В общем-то, с оружием в руках. Вот они будут участвовать в политическом процессе? Предусмотрена какая-то, ну, грубо говоря, их амнистия? Ну, в целом, закон про амнистию, вы же знаете, голосовался в Верховной Раде Украины. Він просто не был подписан. Его проголосовали. Деколька роков тому. Потому что, когда мы увидим после Нормандии возможность того, что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, оружие, незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить про амнистию. Амнистию людей, у которых нет рук в крови. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы помните день 31 августа 2015 года? Возле Верховной Рады тогда погибли четыре нацгвардейца. Несколько десятков людей было ранено. Один из протестующих бросил гранату. Мы это все прекрасно помним, и мы это обсуждали. Это был такой очень драматичный день. Да, рассматривал парламент изменения в Конституции, которые были внесены Петром Порошенко. Пятым президентом, которые касались децентрализации. И после этого все. Естественно, ничего больше не произошло. Вот вы с Конституцией что-то собираетесь делать? В рамках децентрализации. Да, в рамках децентрализации. Ну, а вы не опасаетесь, что может быть вот такая реакция части общества? Нет, я не... Нет, не совсем. Закон про особенный статус сейчас есть. Он действует до 31 числа. Он действует, действующий закон. Если продолжать этот закон и голосовать в Верховной Раде, это можно сделать только после возвращения из Нормандии. Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги на встрече один к одному, то действительно мы будем говорить про этот закон. Господин президент, я хочу сейчас... Ну, в принципе, вы нам очертили в общих чертах. Я понимаю, что детали не всегда могут быть рассказаны до такой важной встречи, которая будет в Париже. Я вот из того, что вы слышали, к вам вопрос. Вы поддерживаете политику Владимира Зеленского по установлению мира в Донбассе? Планшет номер 40, пожалуйста. Кто за ним работает, еще раз проголосуйте. И 82 тоже. То есть этот результат комментировать бессмысленно. Я один коментарий... Только один коментарий, якщо можно. Я вам вдячен. Правда, я відчуваю через все рейтинги... Это не рейтинги, это ваша поддержка. Я вам дуже вдячен. Значит, мы правильно думаем и правильно рухаем. Спасибо. Спасибо, Господин президент, за участие в нашей программе. Дякую. Было очень приятно. За профи. Добро гавского. Спасибо.